Иногда сюжеты великих произведений можно уложить в пару слов. Жил-был бедный студент, который убил старуху ради рубля, или жила-была благополучная женщина, но, встретив свою любовь, она испытала невиданные чувства, которые изгубили ее. Сюжетов подобного рода в литературе, в кино, на телевидении, видимо-невидимо. Но одни произведения входят в золотой фонд мировой литературы, а другие исчезают, словно и не было их никогда. Анна Каренина, роман Льва Николаевича Толстого, безусловно, относится к золотому фонду мировой литературы. Я все та же, что была, но во мне есть другая. Она полюбила того. Есть множество трактовок, восприятий и пересказов романа с выделением главных идей и игнорированием идей, по мнению толкователя второстепенных. Я тоже внимательно прочитал произведения, также внимательно посмотрел множество экранизаций и тоже решил потолковать об этом с вами. Надеюсь, вам будет не скучно. Зачем вы мне это говорите? Вы знаете, зачем. Собственно, что меня на это сподвигло? Дело в том, что все толкования и главным образом экранизации Анны Карениной, на мой взгляд, выходят слишком странными. Можно сказать поверхностными, но это не точно. Лучше сказать, копающими не туда. Это понятно и объяснимо. Все имеют свою точку зрения, свое понимание и доносят его теми способами, на которые способны. Ну вот и разрешите и мне. Итак, Анна Каренина. Сюжет не хитер. Анна – успешная женщина в понимании большинства людей второй половины 19 века, разумеется. Она замужем, завидным сановником. У нее есть сын. Она привлекательна, умна и обожаема. Ни слова больше. Она нравится всем. И ей нравится-нравится всем. Она любит это обожание, этот восторг, который она вызывает. Она любит немного манерничать, вести себя по-особому, выделяться нестандартным поведением. Но нестандартным, конечно, в рамках стандартов. Для меня уж нет таких баллов, где весело. Есть такие, где менее скучно и трудно. И вот в ее жизни появляется красавец-офицер граф Вронский Алексей Кириллович. Да. Связь с которым рушит мир Анны. И в конце концов приводит ее к погибели. Часто, наверное, почти для всех видов рассказчиков и толкователей главное в этой истории это история любви Алексея Вронского и Анны Карениной. Любовный треугольник так или иначе захватывает воображение режиссеров и они завороженно хватаются за него. Но любовь это только инструмент. Авторский инструмент, с помощью которого автор демонстрирует всю несостоятельность, никчемность, несправедливость и неправильность общественного устройства современной России. Современный для автора. Но как любое великое произведение оно идет сквозь года и те же мотивы, которые высмеивает Толстой в своей книге можно точно так же высмеивать и сегодня. Эта любовь освещает преступную смерть. Я знаю лишь что, отослав его, я словно выстрелила себе в сердце. Толстой презирает так называемый свет. Посмотрите, чем занимаются все эти люди. Ничем. Ни одного действия, ни одной мысли не направлено у них на созидание. Кого можно любить или ненавидеть в этом произведении? Жалкие людишки, наделенные огромной властью и несметными состояниями, не заняты вообще ничем. Для того, чтобы понять, насколько жалким выглядят элиты России тех времен, конечно, в видении Льва Толстого достаточно просто пройтись по персонажам. Я это сделаю несколько позже. А пока хочу заметить вот еще какую вещь. Роман Анна Каренина это такая идеальная мыльная опера. Все эти влюбленные героини, осуждающие соседи, беременна-небеременна, а что скажет муж и так далее и тому подобное. Все это сериальное великолепие, то, над чем так любят посмеиваться, неожиданно превращается в мощное произведение всех времен и народов. Почему? Потому что это феноменально точное, полное, очень логичное описание внутреннего мира героев, какими бы идиотами они ни были, мотивов их поступков, переживаний и отношений внутри общества. Вдвойне забавно, что Лев Николаевич умудряется заставить любить, но может не любить, но читать, уважать и обсуждать свое произведение именно тех людей, над которыми он всю книгу насмехается. Так называемый образованный класс, элиту. Ну а теперь, чтобы не откладывать долгий ящик, давайте пройдемся по героям. Итак, Алексей Александрович Каренин. Счастье, можем так различно понимать. Персонаж сложный и неоднозначный. Вначале он предстает перед нами, как напыщенный индюк, все действия которого направлены только на то, чтобы оценить, как на его действия посмотрит общество. По неосмотрительности, которую ты проявила сегодня, ты можешь подать в свете повод говорить о себе. То есть он руководствуется не своими внутренними убеждениями, принципами, относительно своих поступков и действий, а тем, что все время ищет положительные оценки общества. И если завтра общество одобрило бы поедание крестьянских детей на завтрак, будьте уверены, Каренин заказал бы себе с десяточек и со всей христианской добротой, помолясь, съел бы их одного за другим. Человек этот труслив, глупый, наверное, несчастен. Знаете, о чем он думает, когда узнает об измене жены? Он думает, пожалуй, я и сына-то разлюблю. Серьезно, этот человек огромными монологами рассуждающий о своей неверной жене, о христианских заповедях, о морали, о всем таком положительном, полагает, что надо разлюблять. Вот придумал специально для Каренина глагол. Сына, потому что его мать влюбилась в другого. Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том, мужем, объявляет, что все восемь лет жизни и сын все был ошибкой. Однако, надо признать, что в какой-то момент Каренин осознает ситуацию. Он поднимается над ней и как видный стратег оценивает диспозицию. Оценив, он понимает, что ничего с Анной поделать не сможет. Ее чувство к Вронскому сильнее ее. Она с собой не управляет, она не может с этим справиться. Она как героиновый наркоман побежит, как только ей покажут очередную дозу. А если ей эту дозу не покажут, она побежит искать ее сама. И тут мы видим раскрытие Алексея Александровича. Он сумел возвыситься, понять и предложить очень благородное, умное и, главное, устраивающее его и Анну решение. Сохранить видимость отношений, по сути, разорвав их. Во-первых, мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека, и чтобы вы публично вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас. Согласитесь, это совсем немного. Каренин выставляет только одно вполне оправданное условие. Вронского не должно быть у них дома, и об их встречах никто не должен знать. Но Анна поступает в этом случае отвратительно. Она тут же принимает Вронского, и во время своих любовных утех ругает Каренина. Это не человек, это не мужчина. Это кукла. Что, конечно же, ее не красит. Каренин не выдерживает давления и снова превращается в идиота. Его история с медиумом из Италии или отношения с графиней Лидией явное тому подтверждение. На основании видений этого медиума, очевидного, замечу, шарлатана, он принимает жизненно важные решения. А уж его решение сказать сыну, что его мама умерла... Ты должен взять себя в руки. Я пришла сообщить тебе, что мамы твоей... Ну, так уж Господь рассудил. На свете больше нет, она умерла. Ты понял меня, мальчик? Запрещать им видеться и вообще полагать, что жить без мамы ребенку лучше, чем жить с плохой, как ему кажется, мамой, даже не жить, а просто видеться. Вы не забывайте при этом, что это высокопоставленный сановник, человек, который должен уметь выдерживать гораздо большее давление и проявлять благоразумность. Да, он слышал голос. Что он слышал? Он слышал голос. Ах, голос. Я замечаю, что москвичи, в особенности мужчины, это самые равнодушные к религии люди. Да. Каринин реагирует не на сам факт измены жены с молодым красавцем-офицером, а на реакцию света на эти обстоятельства. И это тоже интересный мотив. Насколько сильно мы боимся быть высмеянными, людьми, казалось бы, посторонними? Если мне изменила жена, то это сам по себе факт унизительный и обидный. Но что в нем главное? То, что она предпочла мне другого, или то, что все будут знать, что она предпочла мне другого? Вопрос непростой, не спешите давать на него однозначный ответ. На одной половине весов ваша жена, ваша семья, то, что вы строили много лет сложным, упорным трудом, а на другой чаше отношение к вам. То, как о вас будут судить на протяжении долгого времени. А, это его бросила жена ради этого усатого волосатого. И говорить так будут о вас, у вас за спиной малоизвестные вам люди. Наплевать на их мнение кажется самым очевидным из решений, но мы не можем. Мы боимся. Почему? Я не знаю, но это факт. Чем я заслужил это все? Каренин, конечно, не рассуждает подобным образом, но очевидно, что подобным образом рассуждает Толстой. Вы скажете, другие времена. Конечно, отношение к разводу более строгое, однако развод возможен, и Каренин его рассматривает как один из вариантов. Также он думает о дуэли, но признаться думает совсем недолго, справедливо, хоть и немного трусовато, рассуждая в том смысле, что если его убьет любовник его жены, а так, скорее всего, и случится, то это сомнительное наказание для Вронского. В общем, Каренин, этот высокопоставленный чиновник, это мудрая голова со своим надменно ироническим тоном. Фигура, скорее, печальная. Человек, он глупый, зависимый от чужого мнения, обладающий крайне незначительной волей и предпочитающий переложить ответственность за принятие решения на другие плечи. Каренина жаль, я ему искренне сочувствую, ведь то, что мы не являемся образцами воли или эталонами ума, не говорит о том, что нас непременно нужно опустить в пучину страданий. Ну, на сегодня, пожалуй, все. В следующей серии я вам расскажу о главных героях Карениной и Вронском, которых все любят выставлять жертвами. Так ли это? В следующей серии подписывайтесь на канал и читайте хорошие книги. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok